Начиная ноябрем 2021 года, криптовалютный рынок находится в падающем состоянии. Как результат, многие криптовалюты потеряли свою доходность за 2021 год, а коллапс Теролуны только усугубил положение дел. С таким количеством неопределенности и неуверенности, кажется, что впереди нас ожидает продолжение падения как минимум на еще один месяц. Это приводит нас к вопросу, а когда же этот брутальный медвежий рынок закончится? Сегодня я проанализирую ситуацию на рынке, рыночные циклы и попробую найти ответ на этот вопрос. А также, как высоко биткоин сможет вырасти после этого? Не только биткоин, но и эфириум и альткоины. В общем, будет интересно, поэтому я буду рад, если ты поддержишь это видео лайком. Оно очень-очень трудоемкое, поэтому мне будет приятно, если ты его поддержишь. Ну а меня зовут Богатий Щиди и я хочу предупредить тебя сразу. Финансовые советы – это не совсем то, что ты сможешь найти на этом канале. Все, о чем мы говорим, я представляю только лишь в образовательных и развлекательных целях. Если твой портфель требует профессиональных советов, я рекомендую искать профессиональных финансовых советников и обращаться к ним. Моя же миссия – это представлять тебе высококачественный контент из мира криптовалюты, токенов, монет и всего, что так не нравится центральным банкам. И если это то, что нравится тебе, подпишись на канал и нажми на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Давай начнем с вопроса, когда на смену медведям на рынке придут быки. В этом видео будет много спекуляций, ведь мы не можем предсказывать будущее. Все, что мы можем, это использовать текущую информацию для прогнозирования возможных событий в ближайшем будущем. И, конечно, такие прогнозы с появлением новой дополнительной информации могут изменяться со временем. Итак, первый шаг для того, чтобы спрогнозировать будущее рынка, заключается в определении конкретной фазы рыночного цикла, в котором мы сейчас находимся. И хотя уже практически очевидно, что криптовалюта находится в медвежьем рынке, интересно то, что об этом до сих пор спорят. А все потому, что нет четкого определения, что такое криптовалютный медвежий рынок. Например, падение акций на 20 и больше процентов от недавнего пика и длительное нахождение ниже этого пика считается медвежьим рынком. Очевидно, если мы применим такую же лакмусовую бумагу для криптовалюты, то большинство монет окажется в медвежьем рынке. Более эффективным и логичным индикатором медвежьего рынка можно считать долгосрочный ценовой тренд биткоина, в котором каждый новый низ цены оказывается ниже предыдущего. Почему именно биткоина? Да потому, что большинство альткоинов коррелирует с ним, как мы видим на этом графике. Проблема всех этих индикаторов медвежьего рынка заключается в том, что иногда биткоин, даже формируя множество новых низов подряд, может неожиданно перейти в бычий импульс. Пример этого май прошлого года. При этом многие альткоины начинают достигать новых исторических пиков и совсем не хотелось бы пропустить такое движение, не так ли? Сегодня мы видим, что биткоин находится в похожей позиции, как и в мае 2021-го. Он снова формирует все новые и новые низы подряд. Означает ли это, что мы увидим такой же разворот цены, как и год назад? Возможно. Но есть множество объективно медвежьих макрофакторов, связанных особенно с состоянием мировой экономики, которые не дадут многим монетам и токенам достичь новых исторических пиков. Так что можно сказать, что мы официально находимся в медвежьем рынке, и его наступление особенно ускорил коллапс TerraLuna и TerraUSD. Ты можешь узнать, что случилось с TerraLuna в видео по ссылке в описании, если еще не знаешь. Итак, теперь, когда мы признали, что криптовалюта находится в медвежьем рынке, мы можем использовать прошлые медвежьи рынки для того, чтобы приблизительно понять, когда закончится текущее и когда новый бычий рынок придет на смену всему этому безобразию. Как многие знают, криптовалютные рынки, кажется, следуют четырехлетним циклам, которые связаны с таким явлением, как биткоин-халвинг. Их природа и создает четырехлетний цикл, потому что каждый халвинг случается раз в четыре года. Биткоин-халвинг – это когда награда майнерам за каждый блок сокращается вдвое. На данный момент она составляет 6,25 биткоина. После следующего халвинга в 2024 году это будет 3,125 биткоина. Как говорят основы экономики, если предложение чего-то уменьшается, а спрос на это что-то остается таким же или растет, то и цена на это что-то взлетает. Вот почему раз в четыре года цена биткоина подтягивается вверх спустя некоторое время после халвинга. Последний биткоин-халвинг случился в мае 2020 и спустя полгода после этого биткоин перешел в параболический рост, а весь остальной криптовалютный рынок последовал за ним. Другими словами, это был бычий рынок, который пришел на смену длительному падению перед этим. Исторически криптовалютный бычий рынок, следующий за биткоин-халвингом, длится около двух с половиной лет, как мы видим на этом графике. После чего начинается медвежий рынок длительностью около полутора лет. Это значит, что есть три вероятности в будущем. Первая вероятность. Все еще есть шанс на еще одно биткоин-ралли перед тем, как медвежий рынок снова продолжится. Как по мне, вероятность такого расклада не очень высока, по ряду причин, к которым мы обратимся несколько позже, в том числе и макроэкономических. Вторая вероятность это то, что медвежий рынок начался в ноябре прошлого года, и в таком случае, учитывая исторические данные, у нас есть от 6 до 12 месяцев, прежде чем цена снова начнет разворот и бычий рынок. Третья вероятность это то, что медвежий рынок начался тогда, когда Таралуна потерпела крах. И в таком случае у нас впереди от 12 до 18 месяцев медвежьего рынка. Третья вероятность наиболее логичная, потому что до следующего биткоин-халвинга осталось 725 дней, или же около 23 месяцев. И до тех пор биткоин может потерять еще около 50% своей стоимости. Однако все эти прогнозы основаны на том, что 4-летние циклы биткоина, которые придумал Боб Лукас, все еще работают. Хотя их корректность уже ставят под знак вопроса некоторые аналитики, особенно после того, как знаменитая модель Stock-to-Flow Ratio оказалась не жизнеспособной для биткоина. Почему она оказалась такой? А все из-за институционализации биткоина. На прошлом бычьем рынке биткоин стал активом многих портфелей крупных институциональных инвесторов. А все из-за одобрения таких инструментов инвестиций для институционалов, как Bitcoin Futures ETF. Но интересно отметить, что одобрение первого Bitcoin Futures ETF в октябре прошлого года было совсем близко к пику того бычьего рынка в ноябре того же года. Очень странное совпадение, не так ли? Особенно если вспомнить 2017 год, когда запуск семи фьючерсов предшествовал пику бычьего рынка 2017 года. В любом случае, институционалы накапливали биткоины и криптовалюты наряду с некоторыми не менее рискованными активами, например, техноакциями. Это привело к тому, что эти два класса активов стали сильно коррелировать. Проще говоря, как только пампятся акции технокомпаний, биткоин тоже растет. И наоборот. Вот почему такие индексы, как S&P 500 и NASDAQ весьма помогают при анализе поведения цены биткоина. Это значит, что циклы фондового рынка могут стать одним из основополагающих факторов для движения цены биткоина, но и для всего остального криптовалютного рынка тоже. Пугает то, что фондовый рынок, как мы видим на более масштабной картинке, находится в бычьем рынке уже больше 10 лет. Многие верят в то, что коррекция, которую мы наблюдаем сейчас, это начало краха этого массивного пузыря. Пока об этом рано говорить. Но мы наверняка знаем, что фондовый рынок уже на территории медведей. Ведь он уже потерял 20% от крайнего пика, что подпадает под определение медвежьего рынка. Медвежьи рынки для S&P 500, например, в среднем длятся около 300 дней или же 9,6 месяца. Но есть несколько важных исключений, о которых нужно помнить. Самый длительный медвежий рынок произошел во времена Великой Депрессии более 100 лет назад. Он продолжался почти 3 года, но это мы говорим про S&P 500, индекс, который включает в себя 500 компаний. Но если мы будем говорить про отдельные компании, то некоторым акциям пришлось потратить десятилетия, чтобы восстановиться после того краха. Еще один длительный медвежий рынок, который произошел относительно недавно, это лопнувший пузырь доткомов, который длился больше двух лет. Многие эксперты проводят аналогии между пузырем доткомов и пузырем техноакций и криптовалют. Если они правы, то криптовалюты могут находиться в медвежьем рынке еще около двух лет, если история повторится. Но есть еще три вероятности, которые стоит отметить. Первая заключается в том, что корреляция биткоина и фондового рынка каким-то образом заканчивается, и криптовалюты наконец отвязываются от действий акций. Как по мне, вероятность этого очень низкая, учитывая количество институциональных денег, влитых и в фондовый рынок, и в рынок криптовалюты, в частности в биткоин. Посмотри, сколько институциональных компаний в него инвестировало. Вторая возможность заключается в том, что медвежий рынок длится еще 11-12 месяцев, а затем следует за фондовым рынком в росте к новым историческим пикам. И, наконец, третья возможность. Глобальная экономика переходит в состояние рецессии. В этом случае криптовалютный медвежий рынок продлится еще как минимум 2 года. Что нужно еще отметить, это то, что многие движения на фондовом рынке были продиктованы решениями ФРС США. Когда ФРС уменьшает процентную ставку, цены на активы начинают инфляцировать, то есть расти. Когда ФРС увеличивает процентную ставку, цены на активы, наоборот, дефляцируют, то есть падают. Как мы видим, ФРС США уменьшала процентную ставку на протяжении многих десятилетий. Поэтому неудивительно, что фондовый рынок постоянно рос и рос, причем рос значительно. Настолько значительно, что многие компании сейчас торгуются в разы дороже, чем их валовый доход. Также далеко не секрет, что многие криптовалюты переоценены значительно, если сравнивать их рыночные достижения и рыночные капитализации. Поэтому и возникает резонный вопрос, а что случится с криптовалютой и техноакциями, если ФРС США продолжит повышать ставку. Что ж, первый ответ на этот вопрос дал сам Джером Паул, который объявил о смене монетарной политики ФРС США в ноябре 2021 года. В частности, он заявил, что они будут повышать процентные ставки и потихоньку уменьшать свой баланс активов. Рынки после этого начали падать именно с ноября 2021 года и продолжают падать сейчас. В марте ФРС США официально подняла процентную ставку впервые с 2018 года, затем еще раз в мае этого года. История подсказывает, что они могут продолжать это делать еще 2-3 года, прежде чем снова ее понижать. Как долго они будут этим заниматься, зависит от того, как долго продолжит расти инфляция. Ведь высокие показатели инфляции и являются причиной, почему ФРС США вообще этим занимается. Интересно отметить, что по прогнозам инфляция в США упадет до 2-3%, как и желает ФРС США спустя 2-3 года этих действий. Что сопоставимо с длительностью прошлого медвежьего рынка на рынке криптовалют. И это приводит нас снова к трем сценариям. Первый. Биткоин отвяжется от действий ФРС США и ему будет все равно на рост или падение процентных ставок. Это крайне маловероятно, потому что институциональные инвесторы наоборот выводят свои деньги из рискованных активов, когда процентные ставки растут. Криптовалютный медвежий рынок будет продолжаться, пока ФРС повышает процентные ставки. А они собираются это делать до тех пор, пока инфляция не снизится до 2-3%. А на это им нужно около 2-3 лет, по прогнозам аналитиков. И третий сценарий. ФРС США будет вынуждена остановить рост процентных ставок по каким-либо причинам, что приведет к росту фондового и криптовалютного рынков. Звучит, конечно, очень хорошо, но и этот сценарий маловероятен, потому что приведет к гиперинфляции доллара США и, возможно, даже к его коллапсу. А вслед за коллапсом доллара и множество других фиатных валют потерпит крах. Наиболее вероятен, конечно же, второй сценарий. А теперь большой вопрос, как высоко может вырасти криптовалюта в следующем булране? Ответ, конечно, зависит от того, о какой криптовалюте мы говорим, но ведь все начинается с биткоина. Есть два основных прогноза для будущего цены биткоина. Первый прогноз основан на аналитике прошлых халвинг-циклов биткоина, конкретно на сколько процентов после каждого халвинга он вырос. После первого биткоин-халвинга в 2012 году биткоин дал около 100 иксов. После второго халвинга в 2016 биткоин умножился приблизительно в 30 раз. И после третьего халвинга в 2020 биткоин вырос в 10 раз. Эта сравнительно небольшая историческая выборка предполагает, что с каждым биткоин-халвингом доходность последовавших за ними бычьих рынков падала приблизительно в 3 раза. Этакий пример закона убывающей доходности. Если мы экстраполируем его на следующий биткоин-булран, который случится после халвинга в 2024, то можно сделать вывод, что биткоин вырастет в 3 раза от своей цены в дату халвинга. Какой будет цена в день халвинга, это уже каждый прогнозирует сам. Я думаю, что следующий взлет биткоина приведет его цену к отметке около 100 тысяч долларов, а значит в день халвинга его цена должна быть около 33 тысяч долларов за монету. Кстати, JP Morgan дает приблизительно такую же цифру в 38 тысяч долларов. Второй прогноз для будущего биткоина опирается на его корреляцию с фондовым рынком. Удивительное совпадение, ведь в прошлых фондовых рынках бычьи рынки тоже давали от 2 до 3 иксов. Есть мнение, что биткоин может вырасти еще больше, если институциональные инвесторы будут убеждены, что биткоин – это цифровое золото. И уже сейчас многие биткоин-аналитики указывают на то, что золото уступило несколько процентов своей капитализации биткоину. Об этом говорит и несколько анчейн-метрик для биткоина. Например, процент биткоинов, которые держат на биржах. Этот показатель падает с марта 2020, когда случился ковидный крах. Когда большое количество монет выводят с бирж, это означает только одно, что инвесторы как минимум стремятся их не продавать, а как максимум хотят их холдить очень-очень долго. Интересно отметить и то, что такое падение балансов биткоинов на биржах в истории биткоина происходит впервые. Действительно, до марта 2020 года мы такого не наблюдали. А вот с марта 2020 количество биткоинов на биржах падает и падает. Это говорит мне о том, что какие-то большие умные деньги уже два года готовятся к тому, что именно биткоин станет мировой резервной валютой. На это биткоину может понадобиться несколько десятков лет. И если это случится, капитализация главной криптовалюты может достигнуть десятков триллионов долларов. На краткосрочной же, более реалистичной перспективе, мы имеем такие страны, как Сальвадор и ЮАР, которые добавляют покупательное давление на главную криптовалюту, покупая биткоин и добавляя их в собственные резервы. Эти и другие факторы могут оправдать эти два прогноза, о которых мы говорили, но нужно помнить, что с ростом капитализации биткоина, оно будет давать все меньше процентов роста в новых бычьих забегах. Это и называется убывающей доходностью. Это приводит нас к вопросу, а как высоко вырастут альткоины в новом бычьем рынке? К сожалению, я не смог проанализировать все 20 тысяч альтернативных монет. Зато я смог понять, что интерес институциональных инвесторов к альткоинам только растет. Особенно к монетам, которые представляют площадки смарт-контрактов и DeFi токены. Это подтверждается тем, что для альткоинов создается все больше биржевых продуктов, что делает покупку таких альткоинов проще для ряда финансовых организаций и институтов. Я убежден, что изучая активы под управлением таких организаций и институтов, можно понять, в каких альткоинах и как сильно они заинтересованы. Исходя из информации ресурса JustETF, мы видим, что кроме биткоина, институционалы заинтересованы в Binance Smart Chain, Ethereum, Trone, Solana, Cardano, Polygon, RippleXRP, Tezos и Avalanche. Весьма возможно, что в будущем булране именно эти альткоины могут вырасти больше остальных. Некоторые из них могут в итоге добиться такого же процентного соотношения в портфелях институционалов, как и биткоин сейчас. В случае с эфириумом это уже происходит. Кстати, и биткоин, и эфириум в этом падающем рынке потеряли уже около 50% стоимости от пика. Исторически эфириум обычно падал больше, чем биткоин. Но сейчас они падают одинаково, и это может указывать на то, что инвесторы сегодня видят эфириум как что-то большее, чем просто еще один альткоин. А некоторые инвесторы, как Рауль Паль, например, считают, что эфириум следует следами биткоина, отставая от главной криптовалюты на один криптоцикл. Поэтому они и говорят, что покупать эфириум за 2000 долларов сегодня, это все равно, что покупать биткоин за 2000 долларов в прошлом цикле. В прошлом бычьем рынке рыночная капитализация биткоина достигала 300 миллиардов долларов на пике его цены в 2017 году. Это совсем недалеко от той рыночной капитализации, которую эфириум достигал осенью прошлого года, когда также находился на пике своей цены. В этот же момент биткоин достигал капитализации в 1,2 триллиона долларов. Если эфириум достигнет такой же капитализации на следующем бычьем рынке, его цена будет более 15 тысяч долларов. Что касается конкурентов эфириума, таких как Cardano, Solana и Avalanche, С ними может произойти такой же феномен, только они будут следовать уже за эфириумом, а не за биткоином. Можешь взять калькулятор и посчитать, сколько будут стоить на следующем бычьем рынке Ада, Sol и Avax, учитывая их доступные предложения и предполагаемую рыночную капитализацию в 1,2 триллиона долларов. Заканчивая, я снова хочу напомнить, что эти прогнозы являются спекуляцией, основанной на спекуляции. И должен уточнить, что все конкуренты эфириума бьются за внимание одних и тех же пользователей и разработчиков, которые вправе сами выбирать площадку, будь то эфириум или Cardano. Таким образом, кто-то сможет привлечь внимание, а кто-то уйдет вниз, оказавшись ненужным и забытым проектом. Это очень важно понимать. Кстати, именно потому, что у эфириума столько конкурентов, которые кусают этот пирог, эфир не смог достичь 10 тысяч долларов в прошлом бычьем цикле. Также это мешает эфириуму обогнать биткоин по рыночной капитализации. На этом все. Если ты нашел видео интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Это очень помогает и каналу, и мне. Если ты не хочешь пропускать новые видео о криптовалюте, не забудь подписаться и нажать на колокольчик, так ты точно останешься в курсе всех событий. Ну а меня зовут Богатейший Ди. Спасибо за поддержку и увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok